20 мая. Новости из Америки с циничным уклоном. Поговорим сегодня о политике. Вчера Сенат США проголосовал за отправку 40 миллиардов долларов на помощь Украины, а осталось дело за подписью Байдена. Что интересно, 11 республиканцев проголосовало против. Но это не помешало Варадимиру Зеленскому порадоваться этой цифре. Самое частое упоминание в новостях это 18 гаубиц и тягачей к ним, которые будут отправлены на Украину. Ты сидишь думаешь, и это за 40 миллиардов долларов? 6 миллиардов на обучение вооружения армии Украины. Окей, тут все хорошо. Но 9 миллиардов на закупку оружия в свои склады, пополнение запасов, взамен того, что уже было потрачено на Украине. Это как? 4 миллиарда долларов на поддержку своих солдат в регионе, которые там стоят из-за этого конфликта. Это как? 9 миллиардов долларов на экономическую поддержку Украине. Тоже не совсем понятно. Ну и 5 миллиардов долларов как-то помочь с недостатками еды и возросшими ценами в связи с конфликтом. Тоже расплывчато. Понятно, что ничего не понятно и где-то здесь нас накалывают. Читаем оригинал. Вот он такой висит на сайте конгресса за номером 7691. Кому интересно самим почитать. Потому что там есть такие перлы, как, например, 2 миллиона долларов на зарплаты ядерщикам в Америке комиссии. 54 миллиона долларов в бюджет американского CTC, который, конечно же, имеет прямое отношение к Украине. Почти миллиард на помощь беженцам, которые приезжают в США. Непонятно, где их столько. Еще 110 миллионов долларов на безопасность и поддержание посольства США. Очень важно. Больше 4 миллиардов долларов в Украине и другим странам, пострадавшим от этой ситуации в Украине, чтобы заниматься людскими проблемами. Ну, беженцами там и всем таким подходящим. Вот тут интересно. 9 миллиардов долларов Фонд экономической помощи Украине и другим странам, пострадавшим от этой ситуации, чтобы справляться с различными вещами. Как, например, 800 миллионов долларов, чтобы бороться с трафиком. Ну, 400 миллионов долларов для борьбы и слежки торговли наркотиками. Тут вообще шикарно. 20 миллионов долларов в какой-то трасс какого-то Билла Эмерсона. Чего он тут делает? Непонятно. Ну, и, конечно же, важная деталь закона помощи Украине. Отвалить 175 тысяч долларов Анни Уолтон, бенефициару Дона Янга, конгрессмена из Аляски. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать две вещи. Первое. Не читайте только заголовки и читайте вообще исходники, даже не статьи в новостях. Второе. Американская политика цинична и беспощадна. Ничего личного, только бизнес. Академия. Продолжение следует. Продолжение следует...